Проезд в общественном транспорте стал дороже сразу в нескольких городах округа. Так, например, в Нижневартовске с января стоимость билета в городских автобусах увеличилась с 23 до 25 рублей. Такая ситуация в Урай, Покачах, Лангипасе. А вот проехать по Коголыму на маршрутке обойдется в 29 рублей. С чем связывают изменения транспортники и как относятся к нововведениям пассажиры в материале наших коллег. Майя Кондратова живет в другой части города. До деревяшек добирается на городском автобусе. Жительница Урая отмечает, маршрутки ходят часто. Долго на остановках стоять не приходится. Конечно, я вот в аэропорту живу, я сюда вот, по делам на автобусе, конечно. Сегодня в Урае по разным направлениям ежедневно курсирует 18 пассажирских автобусов. Проезд нового года в них подорожал сразу на 2 рубля. Горожане к повышению цен отнеслись спокойно. До юбилейного или до почты там, до почтам по стерну. Ну, пешком не пойдешь, такое расстояние, особенно мы уже пенсионеры-то. Ну, ездим все равно. Через 5 минут ходят свободно, просторно, водители хорошие. Нисколько не жалко. Я даже радуюсь. Я такой человек. Если город будет богатый, значит, мы все будем богатые. Это польза 2 рубля. Что это такое 2 рубля? Город, значит, будет богаче. Наверное, все просчитано. И, наверное, согласовано. Так что нам остается только ездить и платить, сколько скажут. Между тем, водители городских автобусов отмечают, пассажиропоток снизился. А недавний рост цен может еще больше усугубить ситуацию. Так сидясь еле-еле набираешь. Сейчас народ атакует. Мало ездит, да? Да. Агамир Загаджиев за баранкой маршрутного автобуса 7 лет. Мужчина рассказывает, ежедневно на заправку тратит от 2 до 3 тысяч рублей. При этом чистый заработок от продаж проездных билетов составляет 6-7 тысяч. Учитывая дополнительные расходы на содержание и обслуживание транспортного средства, нередко бюджет уходит в минус. Повышение стоимости проезда на общественном транспорте – закономерное явление и утверждается региональной службой по тарифам. Сейчас бензин дорожает, газ дорожает, солярка дорожает. Запчасти уже выросли раза в два. Потому что пассажиров очень мало. А предприниматели, они работают, естественно, какую-то, чтобы у них был хотя бы доход. А здесь они работали себе в убыток. На заправку даже не хватало. Водителю на оплату труда. Пока урайцы с пониманием относятся к увеличению цены на проезд в общественном транспорте. Насколько подорожание автобусного билета поможет перевозчикам, покажут в ближайшие месяцы. Гузель Иванова, Дмитрий Лошманов. Специально для новостей.